Денис, приветствую тебя. Всем привет. Торговая сессия среды, опять же, скорректировали наш с тобой график вещания, и я думаю, что возьмем уже на постоянную основу именно этот день для выхода в эфир. Тем более, что, как правило, все ключевые события, которые происходят вообще в рамках недели, они по хронологии идут прямо с вечера среды, среду, четверг и что-то остается еще в пятницу. И как раз в этой связи у нас есть возможность заранее подготовиться к большинству из них, подсказать тем, кто следит за нашим с тобой совместным контентом, что, в принципе, по возможности можно использовать и какие движения на рынке стоит ожидать. Тебе, конечно же, огромное спасибо, как и всегда, что нашло время подключиться, тем более, что у нас сегодня на НАСУ, скажем так, заседание Федрезерва. Итоги, ключевая процентная ставка, пресс-конференция Джерома Паула. Очень, я надеюсь, интересный вопрос, который вам будут задавать, и его очередные попытки выкрутиться, отвечая на эти вопросы. Таким образом, чтобы не спровоцировать какую-то ненужную лишнюю волатильность и не заставить участников рынка радикальным образом пересмотреть ожидания по тому, что будет делать ФРС. Ну, нам все это интересно, потому что на таком фундаменте как раз и отстраиваются самые интенсивные движения, мы за ними традиционно и охотимся. В этой связи, Денис, я предлагаю сегодня не распыляться на большое количество финансовых инструментов, давай сфокусируемся на долларе, потому что он будет драйвером для всего прочего на рынке ФРС. Можем посмотреть для разнообразия представителей других сегментов рынка, например, рынка драгоценных металлов, золота, и можем оценить ситуацию на рынке нефти. Нормальный план? Прекрасный план. Отлично. Давай тогда начнем с меня, как раз у меня индекс доллара, открыто демонстрируется экрана. Так, на секундочку. Отпиши, пожалуйста, видно уже график? Да-да-да, видно. Так, отлично. 103.60 по индексу доллара, рост продолжается уже, по-моему, пятую сессию подряд, ну, сейчас давай, точнее. Да, пятую торговую сессию подряд, отбились мы от локальных минимумов и, очевидно, развиваем восходящую динамику. Конечно, сейчас этот рост опирается на ожидание того, что американский регулятор может что-то наговорить там, что заставит трейдеров пересмотреть ожидания по снижению ставки и сместить, опять же, фокусы, акцент внимания с июняского заседания на более поздний период. С прошлой недели у нас данные по инфляции, сейчас особо на них останавливаться не буду. Я думаю, что те, кто следит за фундаментальным фоном, и так уже все 10 раз проанализировали. И промышленную инфляцию, и основной индекс потребительских цен, в целом нашли убедительные доказательства того, что риски вот эти инфляционные для американской экономики сохраняются. Поэтому мы увидели, собственно, повторный рост доходности американских облигаций. Десятолетки сейчас топятся на отметке 4,3%. И сегодня при сохранении фидеризированной жесткой риторики, я думаю, что трейдерис пойдет еще выше, что может стать попутным ветром для доллара дополнительно. Что мы ожидаем от американского регулятора? Конечно же, наивно полагать, что сейчас ставка будет корректироваться. Я надеюсь, что все мы уже дошли до того уровня анализа, когда прекрасно понимаем, что может быть, а чего не может. Сейчас ФРС не будет менять процентную ставку. У меня даже есть сомнения, что это произойдет в июне. По инструменту FED Watch Tool как раз снижение ставки в июне сейчас оценивается в 55%. Но сильно эта вероятность едет, уменьшается, потому что все больше доказательств того, что американская экономика остается в этом перегретом состоянии. Даже рынок недвижимости. Вчера первичные заявки на строительство, разрешения на строительство выросли почти на 2%, что тоже подтверждает тот факт, что рынок недвижимости как сектор будет вносить свой позитивный вклад в экономический рост. С активностью потребителей тоже, я думаю, что все понятно. После данных с прошлой недели по росту розничных продаж, конечно же, розница тоже будет стимулировать повышение инфляционного давления или, по крайней мере, будет базой, при которой инфляция вряд ли начнет или продолжит дальше снижаться. Сегодня очень будет интересно посмотреть за обновленными прогнозами FED резерву, потому что будет с экономикой по ОВП и с показателем инфляции. И я надеюсь, что сегодня Павлу как раз будут выбрасывать острые вопросы, когда вы все-таки планируете снижать процентную ставку. И если будет комментарий, что риски роста инфляции все еще актуальны, нужно подождать большее количество макроэкономических данных. Мы знаем, Павл любит такие формулировки. Скорее всего, это может привести к дальнейшему росту доллара. И я в целом рассчитываю на то, что индекс доллара с текущих значений уже растет. В принципе, пойдет дальше к цели 104.50 и выше. А вот что касается золота. Котировки 2155 долларов за тройскую инфляцию, ты знаешь, я здесь все-таки больше скептик. Во-первых, я бы сейчас перед заседанием FED резерву вообще не рекомендовал бы лезть в золото, потому что золото может показать существенную волатильность. Это не консервативный инструмент по движениям, как индекс американской валюты. Особенно золото сейчас находится относительно вблизи исторических максимумов. И если испортится настроение, то распродажи могут быть прям агрессивными. Как я уже отметил, потенциальный рост доллара вкупе с повышением доходности американских облигаций – это тоже негативные факторы для всего рынка драгоценных металлов. Локальное снижение сейчас имеет место быть для 2155 долларов за тройскую инфляцию. Ну и если, друзья, среди вас есть те, кто хочет сегодня рискнуть и ждет дополнительные подсказки моментально, я бы за то, чтобы золото вот дальше снижалось в рамках этого канала и, может быть, даже с потенциалом ухода в район 2100 долларов за тройскую инфляцию. И что касается рынка нефти, здесь у нас новый локальный максимум. Они же максимумы с конца прошлого года. Почти 87 долларов за баррель. Это котировки Brent, и ты, кстати, традиционно комментируешь стоимость WTI. Ну, то есть, в целом, охватываем всю энергетику в данном ключе. Позитивный новостной фон – это, мягко говоря, действительно так, потому что все новости, которые мы получаем в последнее время, мы можем их интерпретировать как те самые, которые должны повышать интерес к нефти. Это снижение запасов. Вчера отчет от Американского института нефти. И сегодня выйдут официальные данные от администрации энергетической информации. Думаю, что запасы также снизятся. То есть, официальная статистика подтвердит динамику от АПИ. И это тоже как фактор поддержки. Сильные данные из Китая по промышленному производству. Снижение объема нефтедобычи странами ОПЕК. И сейчас новые обновленные квоты, которые все-таки реализуются. Я сомневался в этом. Но даже Ирак начал сокращать добычу в соответствии с взятыми на себя обязательствами. Минус 100 тысяч баррелей в сутки, которая сейчас. И еще один аргумент в пользу роста котировок нефти – это сантимент. 70% трейдеров сейчас в продажах. И допускают, что сегодня рост может продолжиться. Так же, как и вообще в рамках оставшегося времени этой недели. До отметки 89-90 долларов за бат. В общем, касательно нефтяного рынка, я оптимист. Денис, слово тебе. Так, хорошо. Тем более, мне есть что сказать. Значит, несколько мыслей по поводу сегодняшнего заседания ФРС. Дело в том, что я по-прежнему не совсем разделяю момент касательно оптимизма по индексу доллара. Но это больше связано, пожалуй, с межрыночным анализом. Значит, если смотреть чисто с технической точки зрения, мы сейчас находимся только подошли. Прошлую, кстати говоря, зону мы обсуждали на предыдущем нашем брифинге. Прошлую зону цена достаточно красиво увидела. Ушла вниз полностью на ретест. Сейчас новое движение вверх и на тест в верхней зоне. В эту верхнюю зону у нас помимо локальных уровней сопротивления и так далее, также попадает еще и граница нисходящего канала, его точнее верхняя граница. И, как правило, отсюда хотя бы локально какую-то реакцию чаще всего дают. Поэтому, в основном, я ожидаю, причем, кстати, неоднократно уже видел, когда перед заседанием ФРС у нас происходит рост индекса доллара, то на самой пресс-конференции уже после ставки, вот тогда частенько делают разворотки. То есть, соответственно, гонят именно в те области, которые будут выгодны для совершения сделок. Особенно это связано с другими инструментами. Поэтому я все-таки здесь предполагаю, как минимум, локальное снижение хотя бы вот к этой области этой зоны покупателей. У нас и также сочетаемая с достаточно хорошим локальным накоплением. Поэтому, да, то, что могут сделать перехаи вчерашнего дня, это абсолютно не проблема, особенно на таких важных, значимых новостях. И плюс здесь еще я бы добавил такой момент, что как Жанет Йеллен, так же и Байден, они достаточно сильно давят с политической точки зрения, давят на Джерома Павла, чтобы как можно быстрее начало снижать ставки. Но это, в принципе, и логично, потому что сейчас для большинства американцев та же ипотека, она достаточно неподъемна стала, потому что проценты очень сильно выросли, и сейчас огромное количество, причем не просто огромное, а это рекордное количество с 2008 года просрочек по ипотечным платежам. Поэтому, соответственно, Байден еще питает себя иллюзиями в том, что он может пойти на второй срок, и, следовательно, будет для этого делать абсолютно все, что можно. А что ему для этого нужно сделать? Правильно, то есть сделать так, чтобы американцы по своим же долгам, по своим платежам платили меньше. То есть, соответственно, поднимет к нему лояльность. А для этого что нужно сделать? Для этого нужно опустить процентные ставки. И банки, я смотрел вот сегодня по JP Morgan, по Goldman Sachs, ожидают в этом году 3 снижения ставки. Если еще где-то в начале года ожидалось приблизительно 4, а то и 5 снижений, суммарно более чем на 1%, то сейчас ожидается до 3 снижений, суммарно до 0,75%. Поэтому будет действительно интересно, как сегодня в выступе. То, что ставка не будет меняться, это и так понятно. Там по FedWatch видно 99, даже с копейками процентов. Тут никаких сюрпризов. И следующее заседание в том числе. А вот июньское, да, я смотрел, вчера было 54%, сегодня 55% постоянно меняется. На июльском там уже стоит, ну, там уже вопрос даже не идет, будет меняться или нет. Она будет меняться на июльском. Тут самый главный вопрос, а раньше смогут ли поменять. Поэтому я думаю, что немножко не так радужно может быть по индексу доллара. Но перехай, да, перехай могут запросто сделать. Я бы сказал, что здесь ключевым уровнем, за которым действительно нужно будет следить, который для нас будет основополагающим. И если цена сможет закрепиться ниже, у нас формируется зона продавцов. Это уровень в районе вот 103.40. То есть при закреплении ниже и начала импульсного пути у нас формируется зона продавцов в диапазоне предыдущего сильного сопротивления. И тогда уже у нас развьется нисходящее движение. Поэтому по валютам я крайне сейчас пока не рекомендую связываться со сделками, вообще какие-то серьезные сделки открывать. Почему? Потому что у нас вот этой волатильностью могут сильно размотать. Так что это вот очень-очень осторожно. Я как раз для своих подписчиков в закрытом канале тоже самое сказал. Я говорю, мы пока ждем. То есть не надо пытаться там что-то угадать, там пойдет, не пойдет. Не нужно этого делать. То есть есть определенные структуры. И нужно дождаться подтверждения формирования этих структур. По золоту. Значит, по золоту, по поводу 2.100. Я, если честно, не вижу, что у нас особо важного находится на уровне 2.100. Вижу, там чуть пониже, в районе 2.080-2.90. Да, но дело в том, что сейчас у нас как раз такая интересная информация, что цена подходит к зоне покупателей, которая также сочетается у нас с очень неплохим здесь профилем, который был на протяжении именно импульсной части роста. При этом у нас те фиксации, которые проходили вверху, я их показывал. Так, они у нас... А, вот эта свечка. Там, где точечные вкрапления по бидам. Вот они проходят по бидам. То есть, если так взять, это с уровня 2.185 и вплоть до 2.193, по-моему. Там достаточно сильные были фиксации, но это не совсем похоже на наборы продаж. Дело в том, что наборы продаж, они, как правило, если происходят, то они делаются более агрессивными объемами. А здесь у нас основные объемы остались внизу. То есть, они будут подчеркивать поддержку. То есть, важность и силу поддержки. Особенно вот такие вот проталкивающие объемы. Поэтому, я думаю, что могут попытаться спуститься вот в эту зону покупателей примерно 2120-2140 и отсюда уже в дальнейшем как раз спикировать вверх над обой. Потому что даже чисто визуально видно, что после вот такого вот импульса, там, ну, очень часто делают инерционные движения. Именно по этой причине я все-таки пока золото бы не стал продавать. Потому что, ну, правда, это в данном случае очень-очень опасно. А тем более по опционам вверху у нас там есть хорошие заливки. И есть куда еще расти. Ну, как минимум, хотя бы на ретест зоны 2200. Это хотя бы. Поэтому по золоту в идеале добой вот к этой вот зонке. Это, кстати, очень хорошо сопрягается с добоем выше по индексу доллара. И потом уже смотреть на разворотку. А что касается нефти, да. Здесь, конечно, мы в прошлый раз немножко прошляпили этот момент касательно ее потенциала роста. Потому что я лично ждал углубления коррекции, а только потом уже продолжение роста. То есть по аналогии, как это было сделано раньше, еще вот в начале февраля месяца. То есть когда у нас сделали достаточно хорошее такое коррекционное движение, там почти на 800 тиков. То же самое планировал и здесь, там примерно на 600 приблизительно тиков. И потом снизу уже рост. Но фактически сделали рост там практически вообще без коррекции. От одной второй маржиналки отскочили выше. И сейчас цена вот у нас при новом майском контракте как раз показывает рост. И очень сильный объем у нас залит уже вверху. Как раз вот вчера для ребят закрытого показывал о том, что у нас вверху есть контрольная маржа. Есть буферная область, буферная зонка сопротивления. И отсюда могут как минимум дать коррекцию вниз. То есть я не говорю о том, что здесь разворот. Скорее всего это будет у нас именно коррекционное движение. Вопрос, конечно, глубины коррекции. Здесь пока что в район одной второй маржи. То есть по аналогии, как цена двигалась в предыдущие разы. Контрольная маржа это уже на перекрытие полного сегмента будет работать. Потому что если вдруг там доконтрольная дойдет, в чем я очень сильно сомневаюсь, то это уже, конечно, будет у нас полное изменение тенденции. Поэтому здесь у нас есть зонка покупателей. Есть одна вторая маржи. То есть это район, если мы его даже округлим, 79-80 долларов за баррель. Это по нефтемарке VTI. И отсюда продолжение дальнейшего роста. Там на самом деле есть куда расти вплоть до 90 долларов за баррель. Но это достаточно дальние цели. Поэтому пока что будем оценивать хотя бы движение на перехай. Там в район приблизительно 84. Но единственное, для того, чтобы сделать отсюда даже грамотные покупки и открывать, то лучше всего это, конечно, и выгоднее всего делать именно с коррекцией. Поэтому я бы предложил все-таки дождаться момента. Если у нас действительно сработает вот этот сценарий по золоту, по индексу доллара, то, соответственно, и нефть тоже может показать у нас такую локальную нисходящую тенденцию. То есть с точки зрения именно коррекции. То есть не разворот, а именно коррекции. А потом уже продолжить. Тем более здесь очень сильное накопление. У нас тоже еще с предыдущих контрактов. У нас с апрельского, с мартовского контрактов. У нас здесь тоже сформированы крупные объемы. Да, они вышли, но те, кто делали ролловер, то есть перекладку на новый контракт, могут свои как раз предыдущие интересы удерживать. Так что продолжение роста, но в идеале через коррекцию. Денис, спасибо тебе за рекомендации. Давай тогда ждать ФРС уже, как и что там наговорит Павл. Фактически реакцию тоже. Интересно посмотреть рынка. Я думаю, что в целом тенденции обозначены, фундаментально обоснованы. Уровни подсвечены. Ну, теперь дело за малым. Или, как посмотреть, с другой стороны, за многим. В общем, за самим рынком. В следующий вторник уже обсудим, точнее, в среду обсудим, как рынок отреагировал на итоги заседания Федрезерва. Но я думаю, что будет о чем поговорить, потому что события такого масштаба, как правило, они могут изменить прям радикально общую рыночную ситуацию и создать, наверное, еще больше возможностей, которые мы будем использовать. Денис, спасибо тебе за твое время, за внимание, за твои сделки и рекомендации. Тебе тоже хороших трейдов, если будешь работать сегодня перед ФРС. И выходные не скоро, как я в прошлый раз и говорился, да. Но все-таки они наступят, и хорошо тебе их провести. Себе и нашим подписчикам, тем, кто следит за нашим контентом. Спасибо большое, тебе тоже взаимно. И как раз хочу напомнить для подписчиков, что лучше в данной ситуации, когда у нас есть какие-то серьезные ожидания по волатильности рынка, сегодня однозначно будет у нас повышена волатильность, то лучше всего, конечно, работать уже после того, когда рынок успокоится. То есть первые такие, я бы их назвал, истеричные моменты пройдут, когда резкие выбросы бывают в обе стороны и так далее. И когда уже там пройдет определенная заливка объемов, там, возможно, хеджевы каких-то, опционов, любые конструкции. И после этого уже можно будет действительно рынок оценивать. Поэтому лучше не спешить. Всегда куча есть возможностей для входов. Оценивать грамотно свои риски. Ну, конечно, успешного продолжения торговой недели. Полностью разделяю твою рекомендацию. До встречи. Все, всем спасибо. Пока-пока. Пока.